Друзья, если вы впервые пришли на мой концерт, поаплодируйте, пожалуйста. Бог ты мой, я такого энтузиазма никогда не видел. Это чисто потому, что просто концерт или со мной как-то связано? Сейчас в целом, да, когда люди такие, мы собрались все-таки. Так, значит, ух. У нас две части бывают. Первая, я рассказываю заготовленный материал. И вторая часть, мы даем микрофон человеку в зале. Кто-нибудь подписан на YouTube на меня или ВКонтакте? Да, вы? Спасибо. Видите, значительно меньше, чем поаплодировали, которые впервые раз пришли. У меня есть там канал на YouTube. Я выкладываю такие разговоры залом. Я человеку из зала любому по желанию даю микрофон полноценно. Вот так вот он говорит наравне со мною. И я у него спрашиваю какие-то прикольные вещи. Он прикольно на них отвечает. Мы весело проводим время. Но важно знать. Если вы хотите со мной пообщаться, вам нужно либо прорекламировать какую-то продукцию или услугу, которую вы предоставляете. И это совершенно бесплатно. Например, вы что-нибудь предоставляете? Вот, вы что предоставляете? Вы сантехнику все делаете. Бог ну, вы так показали? Потому что для меня это так и происходит. Мне котельную, когда собирали, я зашел сначала, просто были стены, а потом что-то раз, и там... Я такой, это как вот так? Ну ладно, все. Это вот отсюда выходит. И вот так вот, да, во все эти какие-то распределители. Ну вот, например. Все. И не забывайте, первая часть — это заготовленный материал. Но в течение этого заготовленного материала, если что, можете у меня спрашивать что-то. Мы вот здесь, когда собираемся, вы можете всегда спрашивать. У вас есть уже вопрос. Так. Снимать можно? Да, вы можете снимать. Единственное, вот не надо снимать полчаса. Вы потом полчаса не будете пересматривать. Если вы пересматриваете полчаса того стендап-выступления, где вы были лично, ну, надо подумать про жизнь, что-нибудь поменять. Я не знаю, матери позвоните, там, я не знаю, с детьми время проведите, поджимайтесь, приседайте, что-нибудь... Бля, лучше вообще не смотрите, просто вот так. Вот это полезнее, вот так вот стоять, полезнее, чем еще раз 30 минут посмотреть. Но если вам нужно сториз, чтобы отметить кого-то, да, вот эту, которая не хотела пойти, то это пожалуйста. Да, еще обязательно можете вот так вот развернуться, да, как я видел, как девочки делают, они, значит, типа я сзади них. Вот, и она такая, вот так-то, Ленка. Вот, это всегда пожалуйста. Даже если пацаны таким тоже занимаются, вообще базара ноль. Ваша жизнь, я туда не лезу. Еще, пожалуйста. Фото после выступления. Вас, если у вас есть список вопросов, в целом мы готовы ответить на все. Значит, фото после выступления. Всегда после выступления я через 30 минут выхожу. Вот. Какие еще вопросы? Все, все, все вопросы, все четко, все ясно, ясно. Как вас зовут? Евгений. Евгений, спасибо большое, что вы пришли. Ну, где вы уже сантехнику делаете в Ступино? Что там написать внизу? Ну, по Москве. Ну, по Москве, да. Что написать вот здесь вот, когда мы с вами разговаривать будем, тут будет... Сантехник в Сея-Руси. Сантехник в Сея-Руси. Надо собаку перед этим делать? Нет, я дочка ерунда. А? Якухин, дочка ерунда. Якухин? Вы жена? Да. Да, вот вы быстро схватываете, да, для чего это нужно. Это... Муж еще... Да, муж по приколу еще такой. Да, давай это, сантехник в Сея-Руси. Это некликабельно. Это вот так с двумя детьми. Это некликабельно. Так, еще раз принесите, чтобы мы точно это запомнили. Ага. Якухин? Да. А, якухин, точка е? Да. А, это инстаграм. Да. Все, собака там. Вот я пока вот не докопаю. Надо же как говорить? Вот, пожалуйста. Вот отсюда перепиши. И все, визитка должна быть. Все, это я точно запомнил. Мы засняли. Это вот здесь будет. Вот так вот еще красиво. Как в Windows заставку пустим. Все, вы все поняли про вопросы? Все, если есть вопросы, в любой момент. Не чтобы я это... Если я вдруг остановился и спрашиваю, может, есть вопросы, значит, я забыл, что надо говорить дальше. Вопрос у вас, Евгений. Да? Я работал в Кирби. Я работал в Кирби, правильно. Нет. Есть ощущение, что максимум месяц, а возможно и того меньше. Сколько продал пылесосов? Если я не ошибаюсь, я продал, мне кажется, один. И ушел, да. Да. Где был офис? Офис был Мити на гвоздь где? ТЦ-гвоздь. Знаете? Да. Вы тоже работали в это же время, как и я работал. Вы продавали Кирби. Давайте для тех, кто вообще не в курсе, что это не попугай. Кто не в курсе, что такое Кирби? Ой, молодняк. Молодняк на меня ходит. Слушайте, для тех, кто не знает, что такое Кирби. Когда-то была компания в Москве, достаточно очень популярная была. Они могли приехать тебе домой и продемонстрировать работу супернового, усовершенствованного, суперэкологичного, безопасного пылесоса Кирби. И здесь музончик. Который стоит... Очень много денег. Который минус этого пылесоса, он стоил каких-то баснословных денег. 136. В тот момент, когда доллар был рубль. Что вы понимали? Это не сейчас 136 тысяч, когда ты зашел и вот тебе дали фен за 136 тысяч. Ну, за 136 фен я не покупал. Я вот просто за 40 жене покупал. И такой, это фен, да? Просто фен. Дайсон, да. Мужчины знают. У них это вот здесь вот. На рефлекторном уровне, когда им говорят Дайсон. Не произноси это. Пылесос, да. Вот этот ручной. Вот это базара ноль. Вот это базара ноль классная штука. Потому что раньше ты такой... Блядь, это белья, ну ладно. Похерам, конечно. А сейчас нет. Слишком просто. Достал и еще... Это же как пистолет длинный. Ну или там классический прикол, что ты такой... У нас же, когда жена видит, ты такой... Ну, я уверен, жены всегда смотрят и говорят, блядь. Вот. Дети даже умеют пользоваться. Серьезно. Малой что-нибудь там сделал. Говорит, ты иди пылесос возьми. Он раз, приносит. Прям вот так вот. Еще больше размазал, потому что он до кнопки иногда не достает. Просто размазал. Он такой, ладно, давай сюда. Прям вместе с ним он просто повис. Все, отнеси ему. А фен? Фен вызывает. Знаете почему? Потому что я купил ей Дайсон. И после этого мы поехали куда-то... Что-то какие-то выходные были. Я уже не помню, куда мы поехали. И в гостинице она сушила волосы не Дайсоном. И сушила прекрасно. То же самое. Но чтобы на меня женщины, которые сейчас в комментариях... Нет, сука. Вот ты и попался под донами. Ни хера подобного. Там есть очень куча насадок. А если ты купил ей с насадной насадкой, тварь жадная, то тогда и получай обычный фен за 37 900. А если бы ты доплатил всего лишь 200, то получил бы кучу насадок. Действительно, есть насадки. Она бывает так вот накрутит. Накрутит вот это вот то, что держится секунд 17. Это всегда, мне кажется, держится на соплях, потому что вот она накрутит вот так вот все. Но эффектно, я вам честно могу сказать, потрясающе. Ну, мне нравится, что она ходит вот так вот. Типа аккуратно, ну, чтобы продержалась как можно дольше. Вот так вот. Я так ходил, когда сразу после пересадки волос. Чтобы ни хера не выпало. И то получилось, выпало. Кирби, сколько вы продали пылесосов? 11. За сколько? За 11 лет. 5 месяцев. Слушайте, неплохо, но это не максимальный показатель, который я слышал. Я слышал, люди продавали по 30 в месяц. И что вы понимали, это очень большие деньги. Твой процент от продажи какой-то баснословный. Я продал один и сказал, до свидания. Теперь могу вообще не работать. Ну, я был молот и глуп. Я не знал, что такое можно за день потратить. Ну, а не вернулся я уже, потому что это, конечно, нужно продавать. Там, когда ты устраиваешься на работу, тебе прикрепляют главного менеджера. Ну, не главного менеджера, а какого-то продавца, который уже продает. И ты для него всегда балласт, потому что ему нужно продавать. Бог ты мой, я помню, мы заходим в квартиру, а там сидит бабушка, прям бабулечка уже. И у нее сидит 18-летний пацан, у которого беременна 18-летняя или даже 17-летняя девчонка. Беременна уже, все. И у них ковер. Ну, стопудово на тот момент у них нет 136 тысяч рублей на этот суперпылесос Кирби, когда они все это время прожили без этого пылесоса. И его это вообще не остановит. И он практически продал. Я был в таком шоке, потому что он так делает круто, он давит, что это... Посмотрите, посмотрите, что у вас живет в ковре. Вы хотите, чтобы ваш ребенок дышал этим, он будет ползать по этому ковру. И ты такой, что ты делаешь-то вообще? У меня был такой момент, что я такой хотел выпрямить, не слушайте его! Если ковер приносит такую опасность, выкиньте ковер! Думай! Думай башкой! У тебя ребенок родится, ты что тупой? Даже я понимаю, у меня никто не беремен. И он так энергетически все отдает, но там, видимо, что-то все-таки бабуля там, я не помню, кто из них включился. Типа, но сказали, нет, не надо. И мы потом вышли, сели в машину, и он такой... Просто, знаете, перевоплотился обратно, чисто такой... Было вообще... И я понял, что да, это, конечно, крутой новок, но тут тебе надо просто отобрать... Отложи совесть, братан, называется. Я продал пылесос какой-то очень богатой женщине, домохозяйке. Я зашел в квартиру, и она мне... Квартира 100 квадратов. Ну, это большая квартира всегда была. И она мне рассказывает, да мы вот сейчас, значит, переезжаем в новую, там двухэтажная, 400 квадратов. Я говорю, ну, вам, конечно же. Я так рад, что я пришел именно сюда. Я ей все показал, все показал. Она говорит, да, покупаю. Я привез ей новый пылесос, новый. И в этот момент заходил муж. И он такой говорит, это что такое? Я такой... Он скорее всего понимает, что это ненужный пылесос. Я говорю, пылесос. Он говорит, сколько? Я говорю, 136. Говорит, ладно. Я такой думаю, вау, вот это потрясающая жизнь. У вас какой-то вопрос? А вы продавали пылесос для домоделка? Мне нравится, что вы всю дорогу сидите и мучаетесь. Блин, а у него пылесос покупал или нет? Это он так стрельнул? Самая прикольная продажа, про которую рассказывали, они же тебя мотивируют. Вот, посмотри, человек продал 40 пылесосов вчера, а там человек вот такой вот. Хочешь так же? Нет. И чувак приехал в дом загородный, и женщина... Надо отдать должное, пылесос классный. Я там такие ковры просто мертвый доставал. Клянусь вам, просто приходят и такие, ну, я говорю, это сжигать надо. О чем вы думаете? Вы думаете пылесос? Нет, это надо сжигать. И реально он прям чистит, все вообще очень круто. И чувак продал два пылесоса, он рассказывал, я приезжаю в загородный дом, действительно классно ей все показываю, там засранный ковер, я такой уголок почистил, она смотри такая, вот так, она говорит, потрясающе, блин, у меня два этажа, он тяжелый, там есть такой момент, что он тяжелый. И тот ей говорит, так вы возьмите два. И он такая... И продал ей два, прикиньте. А кто-то покупал пылесос, Кирюби? Вы покупали, вы что там сели-то? Это были последние деньги ваши? Вы покупали пылесос? Родители, да. Да, что вы, нормально же? Как же все, мне кажется, это какой-то лохотрон был. Ну не, пылесосить нормально? Ну да, но сейчас он очень тяжелый, по сравнению со всеми вот этими... Да, сейчас, конечно, это то же самое, что представлять монитор. Смотрите, суперклассная передача цветов. И люди такие, а вот это вот сзади, что за херня такая? Да, это надо, возьмите два. Субтитры сделал DimaTorzok